Добрый день! Это патриотизма, его отсутствие или это показатель того, что наша страна перестала быть комфортной для проживания? А может никогда не была? Патриотизм это вообще... Да, прибежище негодяев, я помню. Нет, ну это, да, что-то он о патриотизме заговорил, проворовался, наверное, из Салтыков-Щедрин. Так что о патриотизме здесь, при чем тут патриотизм и патриотизм? Родина там, где тебе хорошо. Хорошо. Это понятие совершенно точное и однозначное. Человек живет один раз, человек заботится, думай, у евреев, как сказано, думай прежде всего о своей семье, потом о евреях своего местечка, потом о евреях, думай прежде всего о своей семье, о том, где твоей семье будет хорошо, о том, что ты не будешь голодать, о том, что ты будешь жить в нормальных условиях, о том, что это... Если у тебя есть такая возможность и есть сила и энергия, чтобы начать новое дело в другой стране, новую жизнь в другой стране, почему бы не попробовать, почему бы не поехать никаких... Понимаете, у людей есть, у арабов говорят, говорят, я не знаю, у арабов вот есть к земле, так сказать, сентимент. Они привычены к своей земле, они, так сказать, прикованы. Мавры там держат ключи от своих домов, которые они там 500 лет назад бросили. У евреев не такие, евреи подвижны. Ну, как же они такие, прости, наше государство создавалось, естественно, я сейчас утрирую, как место, где соберутся все евреи, где будет безопасно, хорошо, хорошо именно для евреев, которых обижали по всему миру, где не было безопасности во всем мире и так далее. Они решили, что им здесь было хорошо. Так что, идея сама себя исчерпала или она изначально была плоха? Во-первых, эта идея исчерпала себя во всем мире, поскольку мир стал подвижным и, так сказать, мобильным. Понимаешь, африканцы почему не ехали раньше в Европу? Не потому, что их не пускали, а потому, что они не видели, что существует другая жизнь. Теперь в каждой хижине в Тога стоит телевизор, и он видит, что существует другая жизнь. Почему он должен жить в этой границе? Я вернулся к своему первому вопросу. Скажи, пожалуйста, вот результаты этого опроса, я приведу такое данное. Во-первых, этот опрос был произведен социологическим институтом «Диалог» под руководством профессора Фукса для 10-го канала израильского телевидения. Так вот, его результат, напомню, такой. Один из результатов, что 51% израильтян так или иначе задумывались об отъезде из нашей страны. Означает ли это, по твоему мнению, что у нас жить плохо? Будем называть вещи своими именами. Нет, они задумывались о том, что, может быть, где-то жить лучше. И, может быть, может, они могут. Понимаете, я не задумывался. Не потому, что я не это, а потому, что у меня нет... Некуда уезжать. Некуда уезжать, у меня нет силы второй раз все начинать. Я помню, как я в эту жизнь входил, и я понял, что у меня нет силы. Но я вижу, как люди уезжают, я вижу, как люди устраиваются, я вижу, как они довольны. И у меня много друзей, которые уехали, у меня записная книжка, к сожалению, сильно поредела, израильская. И ты знаешь многих людей, наших коллег, и Антона Носика. Ну, был бы Антон Носик здесь. Был бы он... Я думаю, он успешный человек, он бы и здесь пробился. Ну, кем? Кем? Это другой вопрос. Да, там он, в общем, менеджер очень высокого звена. И много людей там добились чего-то, чего нет. Есть люди, которым не удалось добиться, они возвращаются сюда. Мир мобильный, люди едут. Я со многими людьми, я разговариваю, они довольны своей жизнью там. Многие вернулись назад и довольны жизнью там. Многие живут на два дома там и здесь. Мир мобильный, мир меняется. И то, что 51% задумывал, это значит, что, может быть, уедет из них 5%. Задуматься, это еще мало ли о чем задумывается. Нет, имеется в виду, что конкретно они думали о том, чтобы уехать из Израиля. Нет, они... Выгидывали, ну сколько уехало, сколько уезжает, ну... Извини, есть еще одна очень интересная цифра, что, отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, утвердительно ответили 45% родителей. Правильно. Правильно, потому что действительно у детей перспективы намного хуже, чем у нас. Намного хуже. Я вижу по своим детям. Я вижу по своим детям. Работу найти тяжело. Понимаете, рабочих мест квалифицированных, таких хороших, тяжело. Конкуренция очень высокая. Рынок маленький. Работать тяжело. Квартиру купить практически невозможно. 135 зарплат надо, чтобы купить квартиру. Да, не говоря о том, что уже за последние 7 лет, есть цифры, которые недавно привело Министерство строительства, кстати, о том, что за последние 7 лет квартиры у нас подорожали более чем, по-моему, на 46%, а зарплата в реальном же исчислении за это же время повысилась, по-моему, на 4%. Да, то есть, ну, нет перспектив у молодежи, что всю жизнь по съемным квартирам болтаться. Правильно? Люди хотят, люди рассчитывают. А есть сильно развивающиеся страны, есть, действительно, есть спрос на специалистов именно из Израиля, хорошо образованных, хорошо, где дети получают прекрасное образование в наших вузах, и они востребованы. А если востребованы, что еще человеку нужно для карьеры? У меня к тебе такой вопрос. Это, возвращаясь к теме о том, как к этому относиться, то, с чего я начал. Патриотизм, непатриотизм, комфортность, некомфортность. Меня заинтересовала запись, которую сделал, откликаясь на эту тему, наш министр финансов, Яр Лапид. Он очень гневно отнесся к желанию наших израильтян, вот этих самых 51%, возможно, покинуть, пусть даже гипотетически, Израиль. Ему это резко не понравилось, и он их назвал, сейчас я даже приведу цитату. Он как раз написал, он обратился к тем, кому все надоело, и тем, кто собирается в Европу. Чтобы в Берлине комфортнее, и пусть они об этом задумаются. Все это, естественно, в кавычках. Да, в Берлине... Мы смотрели же, Матан Ходоров сделал программу на 10-м канале, я смотрел все эти программы. Вот в связи с этим исследованием и прочее. Да, в Берлине комфортнее. Да, в Берлине лучше, чем в Израиль. Они довольны там. Образование там бесплатное. Так, я так тому, что тебе не кажется странным, что... Это демагогия. Что министр финансов возмутился тем, что такое количество людей, возможно, хочет уехать, а не тем, что страна в таком положении. Я говорю, что... О патриотизме что-то заговорил. Проворовался, наверное. Нет, ну... Ну, я не говорю, проворовался, наверное. Ну, понимаешь, ему легко говорить с его зарплатой, с его условиями жизни. Ребята, если бы у наших детей, вот у того 51% были условия ЕИР Лапида, житейские, было бы не 51% желающих уехать, а 0,51% желающих уехать. Нет, ну давай говорить, что Лапид не проворовался, он известный журналист. Нет, не проворовался, упаси господи. И своего успеха, в том числе и финансово, он добился абсолютно законно и справедливо. Ну, 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 папа помог, не надо. Не имеет значения. Хорошо, имеет, имеет, имеет значение, имеет значение. Но, кроме всего прочего, я говорю, вот если у них будут такие условия житейские, как у него, у этого 51%, а не такие, какие у них есть сейчас, у этих детей, они бы не задумывались об этом. Но не могут все иметь такое же благополучие ни в одной стране, кстати, как какие-то выдающиеся люди. Так и не болтай, так и не пиши ерунду в своем Фейсбуке. Хорошо. Фейсбук не его, он общественный. Нет, он его. Каждый может писать все, что хочет. Он его. Это его страница, на своей странице. Это его точка зрения, каждый может выражать свою, как и ты сейчас это делаешь. Правильно. Мы заканчиваем нашу передачу. У меня есть к тебе еще один вопрос. Он не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме, хотя, на мой взгляд, косвенное все-таки имеет. У нас не будет времени обсудить его подробно. Я хотел бы коротко услышать твой ответ на такой вопрос. На днях Верховный суд отказал в иске группе людей, которая требовала ввести национальность израильтянин и заменить записью израильтянин евреи. Чтобы у всех был израильтянин. Верховный суд отказал. Он обосновал то, что это не в его компетенции, что это для законодателей. Коротко. Твое мнение. Нет такой национальности. Это понятно. Верховный суд тоже сказал. Твое мнение. Должна быть такая национальность израильтянин? Или гражданство, которое бы заменило понятие национальность? Оно и есть. Возьми свой заграничный паспорт. У тебя написано nationality. По-английски это означает и национальность. Это для заграницы. И национальность. И гражданство израильтяне. Я говорю для внутреннего потребления. А для внутреннего потребления никого не должно интересовать, какая твоя национальность. Никого не должно. Оно должно. Если где-то хотят его хранить, пусть это в раввинских книгах хранят. А ее вообще не должно считать. Нигде в мире, нигде в Америке не написано ни в одном документе национальность. То есть должно быть гражданство. Этническое. Да. Этническое – это твое личное самоощущение. Потому что какая должна быть национальность у человека, у которого 4 национальности. Если папа один, мама другой, у папы смешанная семья и мама смешанная семья. Какая национальность? Я понял. Лев, большое спасибо. Мы заканчиваем нашу передачу. И будем надеяться, что все-таки цифры, которые были приведены в этом исследовании, о том, что каждый второй израильтянин задумывается об отъезде из Израиля, не станут реальностью. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok